Я не буду рассказывать вам, что муж подарил мне на День влюблённых. А лучше покажу это в конце видео. А вы пока подпишите. Вчера был День влюблённых. Обычно мы никак не отмечаем этот праздник. Поэтому я не ожидала никаких подарков от мужа. Но этот год стал исключением. Я решила порадовать мужа его любимыми крылышками на ужин. И он тоже сказал, что подготовил мне сюрприз. И по этому поводу мне позвонят. Алло, здравствуйте. Алло. Это Ирина, я по поводу подарков вам звоню. Удобно говорить? Да. Смотрите. Вам ваш друг решил подарок сделать. И оплатил курсы. Нету паральная волшебница в нашей школе с Асаней. Подскажите, пожалуйста, на какую дату вас записывали? Привет. Ну, что-то мне подсказывает, что это не самый обычный подарок. И он был сделан, ну, не просто так. Скорее всего, есть некие проблемы в отношениях. И, возможно, мужчина хотел очень-очень тактично ей намекнуть на это. Но не получалось. Либо он стеснялся. И, соответственно, лучший вариант развития событий и выхода из этой ситуации. Это вот такой вот подарок. Ну, некоторые женщины обижаются, а некоторые очень даже рады. Некоторые даже хвалятся, что мужчина им такое подарил. На мой взгляд, скажу так. Если вам нужно что-то конкретное, вы можете сказать мужчине, да, что мне нужно вот это, вот это, вот это. И я сторонница того, чтобы обговаривать подарки на берегу, чтобы самой не дарить какую-то фигню ненужную. И чтобы мне эту фигню ненужную не дарили, соответственно. Я считаю, что если уж вам подарили такой подарок, то в первую очередь отчасти виноваты вы. Потому что не предупредили мужчину, что вам такой подарок не нужен. Ну, или бы не сказали конкретно, что вам конкретно именно в данной ситуации надо, в данный промежуток времени нужно. Вот. И, соответственно, не надо жаловаться на мужчину. Ну, опять же, человек хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Продолжение следует...